Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Закажу и покажу». Сегодня у меня будет распаковка телефона. Телефон, который у меня уже был на канале, это UMI RIM X, но правда у нас будет в этот раз золотистого цвета. До этого был цвет черный, ссылочка будет где-нибудь здесь на распаковку и на обзор. Эта модель должна быть уже цвета золотого. Покупалась на Алиэкспресс, дошла за 31 день и стоила $61.99. Как я уже сказал, на Алиэкспрессе покупался, но у другого продавца не у того, как в прошлый раз, а в официальном магазине UMI на Алиэкспресс. По продавцу, что сказать, отправлял достаточно долго, наверное, дней в семь или в восемь, практически уже истек срок отправки. Вот, в последний день отправил, причем отправил, сначала дал не тот трек-номер, возможно, он слукавил и в тот момент еще не был отправлен телефон. Вот, ну, немного погодя, буквально через пару дней был написан другой трек-номер, который стал отслеживаться и, собственно, вот если считать, то всего за 31 день. Так, давайте разматываем. О, вообще круто! Слушайте! Если кто помнит, да, смотрел предыдущую распаковку такого телефона, там мне пришел также в комплекте пластиковый бампер, вот. А у этого продавца, у того я продавца не стал покупать, решил попробовать другого для разнообразия и заказал, считай, в официальном магазине, где бампера вот такие вот оригинальные, их не давали. То есть их не давали в комплекте, но я, опять же, в комментариях прочитал, не в комментариях, а в отзывах люди писали, что если попросить, то магазин обязательно положат. Ну, собственно, я написал продавцу и, как видите, да, бампер пришел, это оригинальный, то есть не какой-то дешевый. Опять же, забегая вперед, скажу, что заказал, на всякий случай, еще один такой. Скорее всего, ну, будет два, один в подарок. Так, открываем сам телефон. Давайте все его тряхаем. О, тяжелый. Я уже забыл, как он, какой он тяжелый. Слушайте, ну, прям огонь. Мне прям очень нравится. Давайте вставим. С предыдущим, значит, телефоном черного цвета я проходил две недели, потом телефон он благополучно был продан, а это уже заказал для приятеля. Для своего приятеля попросил заказать такой телефон предыдущий, который я себе покупал черный, который был потом продан, он ему очень понравился, вот, и решил он такой же заказать. Телефон мне очень понравился, если, как уже я сказал, проходил две недели. В принципе, да, и много про него и плохого написано на 4PDA, там, что якобы... Да, есть косяки есть, не спорю, по прошивке в основном, косяки. Но, в целом, за эти деньги это очень хороший телефон. На мой взгляд, просто нету у него конкурентов. Так, отклеили аккумулятор. Также хочу обратить ваше внимание, что это обновленная версия. Вторая. Первая была версия, то есть, была просто наклейка такая, то есть, без всяких вот этих EMA. Да, кстати, давайте посмотрим. EMA, EMA, где у нас EMA? Вот, это вторая уже версия, обновленная. Так, все совпадает. В ней гораздо меньше косяков, чем в предыдущей. Так, давайте вставлять батареечку. Ну, что здесь, в принципе, да, две синки, разъем под microSD, 1 гигабайт здесь у нас идет. Вот, батарейка, по-моему, 2500 миллиампер. Да, 2500 миллиампер, 3,8 вольта. Ну, реальных я сразу скажу, кто не смотрел обзор, здесь что-то где-то около 1900 миллиампер. Ну, в принципе, тоже нормально. Давайте, пока телефончик включится. Значит, что у нас дальше идет? Такой вот вкладыш. Горя-мануал, как пользовался телефоном. Блочок зарядки. Так, значит, чарджер, зарядка, 5 вольт, 1 ампер. Модель, Китай. Ну, такой вот USB кабель. Так, все. Все, быстренько загрузился. Так, пальцы плохо ездят. Пленочку, извините, отрывать не буду. Так, хотя... Так, 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 так. Так, уже, ага, вот русский язык. Пропустить. Пропустить. Окей. Так, далее, 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 далее. Так, все, телефончик у нас запустился. Значит, здесь у нас камера идет 8 мегапикселей с интерполяцией до 13. Опять же, камера это самая сильная сторона этого телефона. У других конкурентов, ну, не знаю, другие конкуренты просто камеры... Ну, вот у меня сейчас на руках есть Home Tom H-T7 Pro. Ну, вот у него камера хуже. Здесь камера заявлена, что она от Sony. Так, даже сейчас скажу. Моделька у нее была Sony 179, модуль камер. На самом деле здесь Sony 165, по-моему, она идет, индекс. Точно не помню. Ну, и, как я уже сказал, 1 гигабайт оперативы, 8 встроенные. Дисплей 5,5 дюймов. HD разрешение. Процессор МТК-6580. 2500 мА зарядка. Ну, и 13 мегапикселей камера. То есть, 8 с интерполяцией до 13. И 2 мегапикселя это селфи-камера у Миром X. Ну, кстати, так и они не справили то, что вот это вот Sony камера. Ладно, давайте закрывать. Если кому интересно, там обзорчик есть на канале, то посмотрите. Так, ну никак не хочет закрываться. Так, ну вроде все, закрыл. Знаете, вот опять же, отпечатки пальцев не остаются. Точнее, не остаются, но их не видно. В черной версии оставались и было достаточно видно сильно. Так, ладно, черт возьми. Давайте снимем пленку. Так. Так, ну что тут у нас? 50% зарядка. Так, что вы там видите? Я не вижу. Надеюсь, вот так видите. Ну, в принципе, так, прошивочку давайте посмотрим. Какая здесь стоит. У предыдущего телефона у меня прилетало обновление по воздуху. Так, здесь, 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 ошибка сети. Так, прошивка версии V3.05. Так, общая информация. Модель ROMX, версия Android 5.1. Волипоп. Очень хороший мне дисплейчик, очень нравится. Так же здесь у нас идет 2.5D экран. Смотрится прикольно. Так же вот хочу сразу отметить, что, 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 что. Вот у этого сборочка получше, чем тот, который был у меня. Видимо, уже научились собирать. У меня немножко были косяки по сборочке. Ну, скажем так, там было на четверочку. Здесь уже все хорошо. Ну, ладно, давайте опять же по телефону. Значит, у нас качелька громкости. С правой стороны кнопка включения-выключения. Впереди разговорный динамик, датчики, камера, вспышка. Не знаю зачем. Снизу сенсорные кнопки, которые не подсвечены. И идет отверстие под камеру. Ой, под разговорный микрофон. Снизу решетка одна фальшь. По-моему, с правой стороны у нас стоит динамик. Разъем microUSB для зарядки и синхронизации. И сверху у нас три с половиной джек. Вот такой вот телефончик. Давайте звук послушаем. Да что ж такое. Так, здесь двухточечный мультитач. В принципе, неплохой. Пользовался две недели, как я уже говорил. И, в принципе... В принципе, он меня устраивал. Так, сейчас... Блин. Да что я сегодня такой? Хотя, как видите, сейчас я пользуюсь. В принципе, все работает отзывчиво. Вот смотрите. Как я и говорил. Динамик с одной стороны. И такой звук. В принципе, не очень сильный, но и не слабый. Средний. Так, 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 так. Так. Так, что у нас по памяти? Память, память, память. Доступно пять... А, всего места пять тринадцать. Доступно четыре девяносто два. Ну, остальное как бы восемь гигабайт. Остальное уходит под систему. Это, в принципе, нормально. Даже, знаете, даже, мне кажется, вот у этого уже и тач работа побыстрее. В принципе, все работает быстро, да, как видите. Китайского софта по минимуму стоит уже Play Market. Ну и давайте камеру, камеру. Где у нас камера? Камера, камера. Блин, дебильная здесь иконочка, нифига не видно. Опа, автофокусировка. Так, давайте без фото вспышки. Так, фокусируйся. Камера мне действительно очень понравилась. Вот из всех смартфонов, что были на моем канале, это, пожалуй, самая лучшая камера. Ну, хотя видео она снимает так себе. Фотки гораздо лучше. Ну и, собственно, все. Чего еще показывать? Кому интересно, ссылочка вот здесь будет на видео распаковки предыдущего. у Mirim X в черном цвете. И там же также обзор. Смотрите обзор, если кому что-то интересно. Ну, вот этот мне нравится больше гораздо. Все-таки надо было себе тогда тоже брать не черный, а именно такого цвета не серебристого цвета. А шампань смотрится гораздо лучше. Рамочки тоненькие. Все вообще. Ну, очень хорошо смотрится. Достаточно такой классный-классный смартфон. Также, говорю, еще в банкер продавец присылал. Давайте сразу оденем. Ну, вот так вот. Ну, вот. Umi Rem X. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Спрашивайте. Обязательно на все отвечу. Если надо, что-то посоветую. И смотрите обзор этого телефона и предыдущую распаковку, если кому интересно. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok